Как гром среди ночного неба. В ночь с пятницы на субботу досуг отдыхающих на улице Молотобольская прервали силовики. Пользователи социальных сетей сообщили, что люди в камуфляже положили горожан на пол. Затем выстроили около 200 человек в шеренгу. Оказывается, на старом базаре проходил ночной рейд правоохранительных служб. Силовики провели проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствие несовершеннолетних, а также соблюдение миграционного законодательства. Выявлен ряд нарушений, составленные административные протоколы. На выходных стало известно сразу о нескольких инцидентах с туристами. Первый случай произошел на Алтае. 36-летний гражданин из Беларуси повис на горе Итка и провисел более четырех часов. Мужчина не мог спуститься самостоятельно. Спасатели спустили скалолаза с помощью специальных веревок. Второй случай произошел в Сочи. Там задержали жителя Алтайского края с подругой, которой бросили мусор в вечный огонь. С ними сейчас работают правоохранители. Случай вандализма в выходные произошел в Барнауле. Спустя неделю после открытия памятника маршалу Георгию Жукову дети на электросамокатах испортили монумент. При выполнении трюков сломали гранитную плитку в трех местах. Неприятный инцидент произошел в эти выходные на Новом Михайловском кладбище. Водитель, по словам очевидцев, разогнался и улетел при повороте в обрыв, заехав в могилу. В ночь с 22 на 23 июня в Барнауле на улице Никитина произошел крупный пожар. Сгорел частный дом, сообщили в региональном МЧС. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. В тушении участвовали 40 спасателей. Во время борьбы с огнем пожарные вынесли из дома газовый баллон. Пострадавших нет, причина возгорания уточняется. А между тем, в Алтайском крае в течение трех дней сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность. Валентина Аскерова, День с толком.